Пулемётная дробь пишущей машинки Пишущая машинка с незамысловатым названием «Бразер» хранится у Маргариты Сучковой с 80-х. На такой же она работала в отделе землеустройства в городской администрации. Впрочем, для набора документов, говорит, у них был целый отдел машинисток. Но порой приходилось стучать по клавишам самостоятельно. Буквально минут 10-15 и страничка готова. Только вот без ошибок почти никогда не обходилось. Перепечатывать надо было. То есть вот это сейчас на компьютере хорошо. Раз и потёр, всё. А здесь нет. Приходилось, если, например, там одна-две ошибочки, то это можно было штрихом замазать и исправить от руки. А если уже несколько ошибочек, приходилось перепечатывать. Советские журналисты работали примерно на таких же, как у Маргариты Николаевны, агрегатах. А самые ушлые покупали аппараты иностранного производства за рубежом или в комиссионных магазинах. Потом сдавали их в специализированные мастерские, где латинский шрифт перепаивали на русский. Что же касается истории самой первой пишущей машинки, то её разработал аж 300 лет назад Генри Милл. Он даже получил патент от самой английской королевы. Только вот до наших дней не дошло даже изображение этого аппарата. А машинку, которой пользовались в стране советов, миру представил в 1808 году итальянец Терри Пеллегрино. Свой пишущий аппарат он изобрёл для слепой подруги. А уже в 1928 году в Казани произвели пишущую машинку Янолит. Кстати, в СССР каждая пишущая машинка поступала на контроль в первый отдел. Там с них снимали копий лидер. А на праздники и выходные машинки даже заставляли сдавать. Таким образом пытались пресечь сам издат и халтуру. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова